Дорогие друзья И постараться понять наши задачи, которые мы должны с вами решать, когда занимаемся образованием детей дошкольного возраста или вообще, как принято говорить, детей младшего возраста. Вот примерное название выступления, вот оно такое, как есть, «Натуральное и культурное в детстве». Ну, я уже довольно много выступаю с этим сюжетом, и мне хотелось бы задать такой общий вопрос. Ну, что такое культурное в ребенке, это более-менее понятно. Это когда он себя ведет так, как мы хотим. А вот что такое натуральное? Вот это одна из проблем, которая должна быть осознана педагогами, которые имеют дело с детьми. Значит, вот смотрите, понятно, что когда мы говорим о детстве, есть разные понимания того, что такое детство. Вот уважаемый Даниил Борисович Телеконин, он разработал свою теорию детства, теорию игры. Согласно этой теории, получается так, что когда ребенок рождается, мы на него смотрим как на ребенка, который ничего не умеет, который целиком от нас зависит, и который не может вступить как бы вот в эти сложные социально-экономические отношения с взрослыми. И поэтому он как бы должен как-то освоить то, что предлагается взрослым для того, чтобы потом с ним общаться и взаимодействовать. И вот появляется такой вот своеобразный период. Но мы же не можем там ребенка дошкольного возраста поставить перед токарным станком или там станком со сложным программным управлением. Поэтому вот детей нужно каким-то образом готовить к этому взрослому периоду. И тогда, получается, мы рассматриваем детство как подготовку, как процесс, как период, который ребенок должен прожить. И освоить как бы достижение человеческой культуры, чтобы потом быть компетентным и взаимодействовать с взрослыми, которые как бы знают, что и как делать. Ну, понимаете, тогда возникает такой вопрос. А что значит освоить вот эту всю культуру, которую создали люди? Ну, это значит, например, освоить язык. Это значит, например, научиться употреблять предметы. Вот если вспомним, как дети используют ложку, вот когда ребенок маленький, там ему один годик. Как он действует с этой ложкой? Он ее, во-первых, берет неправильно, да? Может взять и там с удовольствием ударить по тарелке с супом, так что брызги разлетятся. Может вообще шевырнуть ее куда-то. Может закапризничать, заплакать и так далее. И вот, понимаете, мы говорим, что мы вот учим детей правильно использовать ложку. Нужно этому учить детей или нет? Ну, как вы думаете, нужно? Ну, конечно, нужно. Причем, когда вы покажете ребенку ложку, он же ведь не увидит в этих свойствах ложки то, как ей нужно правильно действовать. Точно так же, как вы ему покажете ботиночки и так далее. То есть, получается, что культура создает вот такие вот орудия, средства, предметы, освоение которых ребенку просто необходимо для того, чтобы как бы жить в этом человеческом обществе, вести себя правильно и так далее. И здесь возникает вопрос. А кто ребенку открывает вот эти свойства окружающих его предметов? Конечно, открывает взрослый. Тогда смотрите. Взрослый знает вообще, как пользоваться этими предметами? Знает. Ребенок не знает? Не знает. Значит, тогда взрослый показывает. Ребенок как действует? Он подражает взрослому. Но здесь вот есть два таких серьезных момента, которые заставляют задуматься. Значит, первый момент. Вот эти все предметы, с которыми ребенок осваивает, они появились до того, как он родился на свет, или после того, как он родился на свет. То есть, тогда, если мы возьмем появление ребенка на свет, то все, что он осваивает с помощью взрослого, это что? Это то, что было до его рождения. То есть, это прошлое. Понимаете? И здесь есть такой фундаментальный парадокс. Мы говорим, для того, чтобы ребенок рос, развивался, стал полноценным членом общества, чтобы он мог взаимодействовать с другими детьми и так далее, людьми, объектами, предметами, он должен освоить прошлое. А при этом мы рассчитываем на что? Что он в будущем будет успешным. То есть, понимаете, мы на будущее смотрим через прошлое. И вот здесь возникает проблема вот этой вот креативности или одаренности. То есть, возможности ребенка создать нечто такое, ну что ли, необычное. Понимаете, возникает вопрос такой, а что вообще такое будущее? Вот что это такое? Ведь это же такая, ну, загадочная вещь. Будущее, оно всегда как бы, когда мы о нем думаем, это что означает? Это означает, что его еще нет. Понимаете? А когда оно есть, то оно уже прошлое. Но когда мы смотрим на ребенка, мы говорим, что ребенок – это наше будущее. Понимаете? И вот в этом очень такая запутанная ситуация получается. И некоторые боятся, говорят, что так если мы ребенка, как бы, на ребенка смотрим все время через прошлое, то тогда как же он создаст то, чего нет, если он все время осваивает то, что уже есть? Вот. Это вот такая фундаментальная проблема. И появляется вот эта вот тема или сюжет одаренности. То есть, что как-то нужно организовать образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок мог не только осваивать то, что уже есть, но и создавать то, чего нет. То есть, творить будущее. И вот Ольга Михайловна Диченко, один из авторов вот этой модели одаренности, она работала вместе с Леонидом Абрамовичем Венгером, и она вот как бы обратила внимание на то, что для того, чтобы ребенок мог создавать что-то в будущем, очень важно, чтобы он умел реализовывать свои замыслы. Вот поэтому вот она вот буквально стала говорить о том, что вот есть особая задача – это обеспечить ребенку возможность реализовать свои замыслы. Но вот в связи с этим возникает вопрос – а где же ребенок может реализовывать свои замыслы? Где? Кто готов дать ему такую возможность? И вот Лев Семенович Выгодский – это наш выдающийся, гениальный психолог, философ, педагог. И вот он говорил, что взрослость создает такую ситуацию, в которой ребенок может развиваться. И вот основной закон развития, как бы вот этого, этой ситуации заключается в том, что взрослый ее создает, ребенок в ней развивается, и потом он ее как бы перерастает, становится более взрослым, и ему нужно как бы менять эту самую ситуацию развития. В этой ситуации тогда получается довольно любопытная как бы штука. Получается, что взрослый что-то делает, а ребенок это преодолевает. Преодолевает, и взрослый ему опять дает, ребенок опять преодолевает. То есть, как бы ребенок все время, ну что ли, осваивает то, что ему предлагают взрослые, и становится выше того, что он освоил. Вот эта социальная ситуация развития, она обладает одним свойством. Там есть такое фундаментальное, как Выгодский говорит, отношение, которое складывается между ребенком и социальным окружением. Ну, например, в дошкольном возрасте это отношение, как говорит Алексей Николаевич Леонтьев, как бы представлено через игровую деятельность ребенка. То есть игра является тем, той формой отношения, которая вот характеризует социальную ситуацию развития. Ну, тогда возникает вопрос, что такое детство? Детство – это период или детство – это отношение? Понимаете? Если это период, то мы никогда не сможем взять детство с собой. И как поет Пугачева, куда уходит детство и так далее. А если детство – это отношение, то отношение, оно всегда с нами. И мы можем это отношение как бы почувствовать и сохранить в себе вот своего, вот этого, свое детство или своего ребенка. И вот здесь возникает вопрос, что это за отношение? Вот посмотрите, видите, вот здесь на картинках представлено, как взрослые примерно говорят ребенку учись, веди себя правильно, следуй тому, что мы тебе говорим. Или вот другой вариант. делай так, как делаем мы. И вот здесь возникает такая проблема, что ли, она связана с тем, как нам определить это отношение детства и что оно собой представляет, это отношение, что оно продуктивное, оптимистичное, беспечное, творческое, подтверждающее, что ребенок эффективен. Вот с этой точки зрения, если мы посмотрим на ребенка, то если у нас как бы дошкольное учреждение успешно работает с детьми, то дети там какие? Оптимистичные, они радуются. Какие там еще дети? Творческие, конечно, творческие, продуктивные. Раскрепощенные, это значит беспечные. Понимаете, мы не можем представить ребенка, который бы ходил по группе детского сада и думал, чем ему накормить вечером свою семью. Понимаете? Поэтому но мы должны обеспечить ребенку вот это чувство самоэффективности, то есть, что ребенок должен говорить, я хороший, я успешный, я могу. Вот и здесь мы сталкиваемся с одной из сложнейших проблем современности, которая уже в какой-то мере озвучена, это проблема интернета, это проблема гаджетов. Понимаете, в чем как бы сложность этой ситуации, что когда мы находимся в зоне ближайшего развития, то есть, когда вот Годский говорит, что мы создаем социальную ситуацию развития, и когда мы там в ней как бы демонстрируем ребенку предметы, которые он должен освоить, предъявляем ему знания, мы оказываемся в общем в зоне ближайшего развития. И вот 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 этот интернет, он же чем отличается от зоны ближайшего развития? В зоне ближайшего развития есть авторитет, и этот авторитет безусловно взрослый. А в интернете кто авторитет? Вы можете его назвать? Понимаете, получается, что интернет это такая штука, в которой нет авторитета. Там есть, конечно, YouTube, но назвать YouTube авторитетом, ну это как-то будет да. И тогда вот получается, что появляется такое пространство в котором взрослый перестает быть авторитетом для ребенка. как предлагают действовать? Ну, раз взрослый перестает быть авторитетом для ребенка, давайте закроем это пространство. Да, или давайте поступим иначе. Будем дозировать это пространство. то есть мы будем определять куда ребенку можно ходить, а куда ходить нельзя. Почему? Потому что мы пытаемся посмотреть на интернет с позиции прошлого, с позиции возможности и как бы выступать в роли авторитета для ребенка. В то же время мы ставим перед собой и другую задачу. Мы говорим, что мы стремимся развивать детскую личность. Мы хотим, чтобы ребенок был личностью, чтобы он был творцом, чтобы он был успешным социальным. И вот мне кажется, что Алексей Федорович Лосев философ, эстетик, который работал кстати в Московском Государственном Педагогическом Институте МГП имени Ленина тогда был. Вот. Он предложил определенное конкретное понятие, что такое личность. Он говорил о том, что личность это человек, который обладает индивидуальностью, то есть индивидуальность это некоторая уникальность человека, да, которые оказываются значимы для других. И тогда если мы так понимаем личность, то мы должны тогда для себя задать вопрос, а где же в рамках вот этого дошкольного образования мы говорим о ребенке как о личности. И вот согласно Лосева ответ довольно простой. Это нужно создать такую ситуацию, такое место, такую, что ли, форму проживания, где ребенок почувствует свою значимость. то есть именно свою значимость, именно своей индивидуальности значимость. Почему это не так просто для детского сада? Свою индивидуальную значимость ребенок может почувствовать в семье, ну, потому что для родителей, для мамы и папы ребенок единственный и неповторимый. Или каждый ребенок это уникальный и неповторимый. А для педагога в дошкольном учреждении ведь детей много, и там получается целая группа уникальных и неповторимых. И там как бы возможности учитывать вот эту уникальность и неповторимость всей группы довольно сложно. Поэтому для педагога одна из таких объективно реальных задач заключается в том, чтобы ну, как бы действовать с детьми таким образом, чтобы ну, им было комфортно. А уже говорить там о неповторимости индивидуальности, ну, это там как придется. И тогда получается, что ребенок вот даже в системе дошкольного образовательного учреждения он как бы превращается в некоторую такую ну, как бы единицу. Он становится членом группы. То есть некоторым некоторой такой социальной единицей, за которую человек, педагог, несет ответственность. И он несет ответственность, в общем, за любого из этих членов группы, за любого из этих уникальных людей. Поэтому здесь еще накладывается вот этот второй сюжет, связанный с, ну, и с закрытостью дошкольного учреждения, и с тем, что педагог боится, чтобы с детьми что-нибудь случилось нежелательное и так далее. А культура, вот как бы вообще культура и общество, они предполагают, что вообще все люди должны вести себя как-то вот соответствующим образом, то есть в соответствии с правилами, то есть каким-то образом в этом смысле единомразно. Ну, там, если мы приходим в магазин, есть правила покупки, если мы оказываемся в транспорте, есть правила транспорта, и представьте себе, вот, знаете, у нас есть эти самые сюжеты по телевизору, битвы на дорогах, там, да, когда люди нарушают правила, к чему они все призывают? К тому, чтобы все следовали правилам, чтобы были, строго говоря, одинаковы. Но правила и вся эта структура, это то, что уже есть, понимаете, это то, что уже создано. тогда возникает опять-таки возврат вот к этой проблеме, что у нас получается есть два типа ситуаций, с которыми мы сталкиваемся по жизни. Ситуации, в которых очень жестко все задано, и в которых поведение ожидаемо, и ситуации, в которых есть неопределенность, то есть что получится непонятно. Вот ситуации, в которых все известно, это ситуации, которые больше обращены в прошлое, а ситуации, в которых непонятно, что будет, они как бы обращены в будущее. в связи с этим вот я бы сказал так, что вот есть ситуации в образовании, связанные с зоной ближайшего развития и ситуации, в которых ребенок может проявлять себя как представитель будущего. Так вот, смотрите, если мы сравним эти две ситуации, которые как бы создаются в образовании, ну, в частности, в дошкольном, то вот эта вот ситуация, вот куда она обращена? Вот ситуация, связанная с освоением как бы знаний, умений и навыков, это ситуация, которые обращены в прошлое. А вот если мы говорим о том, что ребенок обращен в будущее, это что означает? это означает, что ребенок должен создавать то, чего нет. То есть, и вот это то, чего нет, это вот нужно создавать такое особое пространство, в котором дети приходят и чувствуют, что есть такая задача создавать то, чего нет. Вот в ситуации, обращенной в прошлое, лидером является, конечно же, взрослый. И при всем вот как бы мы ни говорили о том, что нужно уважать ребенка, быть с ним на одном уровне и так далее, как бы слушать его голос и все, но если мы оказываемся в пространстве освоения прошлых знаний, умений и навыков, то здесь лидер взрослый. Это объективно. А если мы говорим о ситуации, связанной с построением будущего, то там лидером уже может быть и должен быть ребенок. При этом, если мы рассмотрим характер общения, то что это за общение? Если главный взрослый, то взрослый общение как бы переводит в контексте инструктирования. Ты веди себя хорошо, ты действуй вот так, ты вот так вот пиши, так рисуй и так далее. А если это ситуация будущего, и ребенок что-то задумал, вот как Ольга Михайловна Диченко говорила о реализации замыслов, уже с инструкцией к ребенку не подойдешь. И здесь возникает задача совершенно другая. эта задача интерпретировать. А что же там такой ребенок придумал? Что он собирается делать? И здесь тогда организация среды может быть ориентирована либо на прошлое, либо на будущее, либо удерживать обе эти стороны. Так вот в ситуации, которая обращена на прошлое, там доминируют так называемые монофункциональные объекты. То есть это такие предметы, которые имеют вполне определенный способ употребления. И ребенок их осваивает, и это правильно, например, как застегивать пуговицы. и это говорит о том, что это допустим рубашка, она имеет вполне определенное конкретное значение. А если ситуация обращена в будущее, то есть в то, чего еще нет, то тогда какие там могут быть объекты? Мы не знаем. И тогда мы начинаем использовать полифункциональные объекты или материалы. То есть то, из чего можно сделать все, что угодно. И вот здесь тогда мы сталкиваемся с тем, что вот эта творческая активность, она не предполагает использование таких материалов, которые однозначны. Потому что создание творческого продукта это всегда выход за пределы. То есть это выход в будущее, это построение то, чего нет. И активность ребенка в одном случае приобретает репродуктивный характер, а в другом творческий продуктивный. И вот здесь возникает вот этот социальный контекст. Вот эта репродуктивная продукция ребенка, ну, например, рисунки, которые дети осваивают, осваивают, является ценной, но это ценность условная. Это ценность как бы для педагога, это интересно, потому что освоил ребенок, не освоил. А вот будущее, ребенок должен создать такой продукт, который будет действительно ценен для общества, для его социального окружения. И вот, собственно говоря, возникает такая особая проблема, это как организовать систему дошкольного образования. И вот здесь мы видим, что есть два типа ситуаций. И не только нужно организовать ситуацию, где ребенок осваивает прошлое, но и ситуацию, где он осваивает, проявляет вот эту свою способность как бы создавать будущее. И самое главное в этой способности это уметь организовать презентацию результатов детского творчества и социальную поддержку их реализации. То есть это не то, что ребенок что-то сделал, и мы сказали молодец, а то, чтобы это реально вошло в практику его социального окружения. Тогда он сам почувствует, что он молодец, и ему захочется еще что-то сделать для других. Ну все. Спасибо. Я выйду там потом подпишу. Нет, сейчас не могу, подождите. Я сейчас выйду. Спасибо. Спасибо. Спасибо.